Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире «Есселях парад» с вами Богдан Петров. Буквально через несколько дней начнется четвертая четверть. На сегодняшний день по распространению коронавирусной инфекции наша область находится в зеленой зоне, поэтому школы продолжат обучение в штатном и комбинированном форматах. Подробности в сюжете. Школы с контингентом до 300 учащихся продолжат обучение в штатном режиме с наполняемостью не более 25 человек в классе. Остальные дети перейдут на комбинированный формат обучения. При этом 70% основных предметов будут изучаться в учебных заведениях, а 30% – дистанционно. Необходимо сказать, что в исключительных случаях, это случаи заболевания или случаи, когда болеют близкие родственники, по заявлению родителей допускается дистанционное обучение. В методических рекомендациях это также предусмотрено. Для обеспечения безопасности детей учебный процесс будет осуществляться по принципу «один класс, один кабинет» с количеством не более 25 детей. Длительность уроков – 40 минут. Продолжатся индивидуальные занятия в группах не более 15 человек. В настоящее время идет активная вакцинация наших педагогов. На сегодняшний день получили прививку 609 педагогов. Эта работа у нас будет продолжена. В случае перехода области из зеленой зоны в желтую, то формат обучения будет меняться. Для обучения детей в штатном и комбинированном форматах школьная форма не требуется. Достаточно, если ребенок будет одет в опрятную классическую одежду. Также продолжится работа школьных столовых. Специалисты принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников в учреждениях образования. При организации работы школы предусмотрены четырехступенчатый фильтр, режим проветривания, кварцевания и влажной уборки. Напоминаем педагогам, школьникам, родителям о необходимости соблюдения всех санитарных норм. Мадина Нуркина, Урал, Амриенов, Служба новостей. На заседании городского общественного совета обсудили вопрос противопожарной безопасности частных жилых домов. По статистике, порядка 40% возгораний происходит из-за нарушения правил отопительных систем. Также стороны рассмотрели проект по уточнению бюджета Петропавловска. Только на оплату СМС-оповещений о вакансиях гражданам социально уязвимых слоев населения из бюджета потратят более 1 миллиона тенге. Подробности смотрим далее. За три месяца текущего года на территории города произошло 47 пожаров. В огне погибло 6 человек. По сравнению с прошлым периодом увеличение в два раза. Большинство происшествий приходится на частный сектор. Морозная зима повлияла на увеличение в три раза пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и в два раза при использовании электронагревательных приборов. Львиная доля пожара происходит не по профилактированным причинам, то есть по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности. Это алкогольное опьянение или возрастная немощь. Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Особую опасность вызывает эксплуатация газовых баллонов в многоквартирных домах. Мы должны достучаться нам всем при помощи вас, общественного совета. Надо уже ходить и людям объяснять. Такое предложение. Здесь представители КСК есть ассоциации. Здесь нужно уже создать, наверное, общественные группы, провести обследование подвальных помещений. Потому что мы, как представители государственного органа, мы не можем, любое, вот вы как говорите, да, в кафе, мы тоже не можем зайти и проверить. Потому что есть четкие критерии, согласно предпринимательского кодекса, которые объекты относятся к высокой степени риска, мы их проверяем. Которые объекты не относятся к высокой степени риска, мы не имеем права туда заходить. Обсудили представители общественного совета и бюджет Петропавловска на текущий год. В прошлом году на вывоз снега потратили 700 миллионов тенге. В этом году выделено 600 миллионов, но в связи с большим количеством осадков запрошены дополнительные средства. Рассказали представители городского Акимата и о проектах по развитию областного центра. В этом году на улицу Жумбаева реконструкцию выделили 600 миллионов на первый этап. Получается, объект будет переходящий, двухлетний. По сносу необходимые средства уже там тоже предусмотрены. Мы уже, получается, конкурсные процедуры состоялись по сносу. Мы в ближайшее время уже приступим к сносу домов. По Горького проект находится в экспертизе. Также следующими этапами у нас идут разработка проектов, то есть в микрорайоне береги. Представители общественного совета считают завышенной сумму для оплаты СМС-оповещения о вакансиях, а также для проведения государственной информационной политики через средства массовой информации. По имиджевым материалам действительно есть такие вопросы. Дело в том, что вышли с предложением размещения материалов на республиканском уровне и было принято решение разместить ряд материалов имиджевых именно про город Петропавловск, позиционирующих Петропавловск, как город. В любом случае с пандемией выйдет, это как более туристически привлекательный регион, в целях для того, чтобы развивать и размещать материалы. У нас сейчас субзоны развиваются, СС-зоны, чтобы информировать о этих вещах на республиканском уровне, было принято решение воспользоваться порталом закон КИЗ. Увеличены расходы за счет средств городского бюджета в сумме 532 миллиона тенге. Наталья Итова, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Продолжается прием заявок на участие в проекте «100 новых лиц Казахстана-2021». В этом году конкурс проходит под эгидой 30-летия независимости страны. Участников будут определять по семи номинациям. Медицина, образование, наука и инновации, экология, культура и спорт, бизнес, общество. Прием заявок стартовал 22 февраля. Народное голосование четвертого сезона проекта продлится до 12 апреля. Свои кандидатуры подали 139 североказахстанцев. Организаторы отмечают, данный проект – это продвижение идеи успешности среди населения, на примерах соотечественников, достигших высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности. Отметим, что за три года проведения данного конкурса его участниками стали около 500 североказахстанцев. В Петропавловске прошло очередное заседание Совета по барьерам агентства по защите и развитию конкуренции. На этот раз его члены обсуждали проблемные вопросы в сфере оказания ритуальных услуг. Так возник спор между двумя конкурирующими субъектами за право оказания услуг по захоронению. Компания «Монополист», которая в доверительное управление передана мусульманское и православное кладбище, считает, что если она занимается содержанием территории, то и право на захоронение принадлежит ей. Другая сторона в лице индивидуального предпринимателя с этим доводом не согласна. По его словам, при проведении тендера местным акиматам допущены нарушения и, кроме того, некоторые пункты договора подрядчикам выполняются не в полной мере. Новый тендер будет проведен 2 апреля. Члены Совета по итогам совещания дали ряд рекомендаций по составлению правил и новых пунктов предстоящего конкурса. Рынок оказания услуг захоронения должен находиться в конкурентной среде. То есть любой предприниматель, либо любой человек может зайти на кладбище, ему должно выделить место бесплатное для захоронения, и он должен обратиться к субъекту, который окажет данные услуги, либо физическое лицо может самому. То есть не должно государство здесь заключать договор именно на услуги захоронения. Может заключать договор на содержание кладбища, обслуживание, то есть вывоз мусора и так далее, но никак на услуги захоронения. К этому часу у меня все. Смотрите нас на сайте www.hazljartv.kz И будьте в курсе событий. Увидимся в 17 часов 30 минут.